В перинатальном центре оживленно, как никогда. В него вернулись родители и их малыши, которые родились недоношенными, то есть появились на свет раньше положенного срока. Семену Шанину уже год и три месяца. Он родился в сентябре и только на Новый год смог вернуться домой. Все это время за его жизнь боролись врачи. Родились, да, неожиданно, конечно, для всех. На 25-й неделе срок был очень маленький. Очень много было переживаний, конечно. Конечно, вес у нас был ровно 800 грамм. Шансов давали 50 на 50, но мы молились, пережили все. Муж очень поддержал. Теперь проблемы остались в прошлом. В перинатальный центр вместе с мамой он вернулся, чтобы сказать слова благодарности врачам. Ко дню недоношенного ребенка, который отмечают 17 ноября, здесь организовали детский праздник, чтобы еще раз увидеть, как сильно изменились и окрепли ребята. Кило 40, потом скинули 900 грамм. Перенесли очень-очень много и операций. Трудностей было очень много, но я очень благодарна врачам. Сейчас о бывших проблемах ничего не напоминает. Родители признаются, что все дети активные и подвижные, а их иммунитет значительно окреп. Рома Сарксян мечтает стать футболистом и любит рисовать, как и юная Оля. Малышка у нас третья, с мужем третья девочка. Те все были нормальные. Ну как, не очень большие, конечно, но такие. А это вот 995 грамм. Напомним, что перинатальный центр открылся в марте 2011 года. За это время здесь выходили более 3,5 тысяч недоношенных детей. Всех тех, кто родился до 37 недели беременности. Их всех отличает низкая масса тела – около килограмма. Незрелые все органы и системы. И чем меньше срок гистации, тем больше проблем у этого ребенка. То есть и дыхательная проблема. Дети, которые рождаются совсем маленькими, до 27-28 недель, они практически все проходят через реанимацию, через дыхательную поддержку, потому что в силу незрелости дыхательной системы. Это незрелый и желудочно-кишечный тракт. Поэтому тоже вот это вот кормление этих детей, вот очень такое скрупулезное, капельками с нарастанием объемов, это тоже всегда очень сложно. Врачи признаются, что здоровье детей – это плод совместных усилий специалистов, родителей и самих ребят. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».